В Крыму полностью приостановлены работы крупных предприятий. Школы, детские сады закрыты на внеплановые каникулы. Власти экономят электроэнергию в условиях режима чрезвычайной ситуации, объявленного из-за обесточивания полуострова Украины. Соответствующая информация размещена на официальном сайте городадминистрации Симферополя. В связи с чрезвычайной ситуацией администрации города Симферополя принято решение о приостановке работы ряда крупнейших предприятий города, среди которых «Пневматика», завод «Симферополь-Сельмаш», фирма «Селма», «Крымтроллейбус», «Дионис», АО «Пиво-безалкогольный комбинат Крым», Симферопольское производственное объединение «Крымпласт», Симферопольский электротехнический завод, машиностроительный завод «Прогресс», «Заря», АО «Симферопольский ремонтно-механический завод». Ощутимее всего для крымчан остановка работы «Крымтроллейбуса». С 25 ноября на маршрут не вышел ни один рейс. Теперь единственный транспорт – маршрутные такси. Основные пассажиры – пенсионеры. Вынуждены преодолевать расстояние от магазина или рынка домой пешком. Пешком. Туда и сюда. Так что, это не наше правительство виновата. Поэтому, что скажешь? Да вот, видишь, пешком идем. А то одну остановку мы едем, сядем на мускальце, а тут сошли. А ты до чего пройдемся, здоровее будем. Конечно, тяжело. Тяжеловато нам на ноги. Ну вот взяли хоть немного, хоть даже та вода, да? Пять литров, а уже тяжело идти. Никто это хорошо не оценивает. Люди большинство ездят на троллейбусах, тем более пенсионеры. Потом оплата подорожала на маршрутках. Поэтому для людей это неудобство. Ну, я считаю, что это правильно. Просто отлично. Ну, не то, что отлично. Может быть, пенсионерам это не подходит, потому что они там ездят бесплатно. Ну, так же, какая экономия идет. Потому что ночью и вечером просто невозможно вообще в квартире находиться. И самое плохое, что нет никакого графика. Вот это вот очень плохо. Видимо, так. Ну, а что делать? Пока, так сказать, не подтянут с большой земли, запитают. Наверное, будет проблемой. Режим чрезвычайной ситуации действует в Крыму с 22 ноября в связи с прекращением поставок электроэнергии из Украины из-за повреждения опор линий электропередач.